Сейчас в 39-м доме тишина и спокойствие. Буквально несколько дней назад в этой деревяшке было полно жильцов. И это несмотря на то, что официально муниципальные квартиры, а их большинство, уже давно расселены. Когда начали это все проверять, оказалось, что тут самовольный захват. То есть не собственники, люди, точнее сказать, в пустующее муниципальное жилье заехали и проживали. Не оплачивая за коммунальные услуги, не оплачивая за содержание, ничего. В результате эти расходы легли на плечи города и управляющей компании. Посчитать убытки несложно. Возьмем, например, отопление. В среднем 3000 рублей умножаем на 17 квартир. Итог 51 тысяча в месяц. И это только в этом доме. А таких в городе не один десяток. Чтобы избавить деревяшки от случайных жильцов, ДЖКХ решил отключать ресурсы. Планируем также по следующим домам проводить такую же работу, потому что у нас бюджет города несет колоссальные убытки за оплату за теплоэнергию, за электрическую энергию. И будем подводить также собственников отдельно, либо по подъездам. На этом не останавливается. Управляющая компания намерена ежедневно осматривать пустующие помещения. Чтобы у горожан не было соблазна забраться сюда и сейчас, ограничивают доступ. Значит, сейчас работы проводятся. Ограничиваем доступ в данный дом. То есть у нас полностью демонтаж отобительной системы, чтобы нелегально не заселить снова жильцы. И будем заколачивать окна, двери. Проверки полупустующих многоквартирников будут проводить и дальше. Только в 11 микрорайоне таких домов порядка 25. Нелегальных жильцов попросят съехать, а ресурсы также отключат, в том числе и ради безопасности собственников.